Привет всем! Сегодня я вам расскажу, как выхаживать за собой. Но для начала я вам расскажу, что тебе необходимо для выхода за собой. Косметическое молочко или сливки для снятия грязи и макияжа. Это первое. Тоник или пенка для очистки лица. Второе. Третье. Ночной крем. Крем подбирается в зависимости от типа кожи. Это белокрин. Третье. Четвертое. Дневной крем. Крем подбирается в зависимости от типа кожи. То же самое, как и тейпи. Сейчас я вам расскажу про пятое. Зеркальце на длиной ручке. На длинной. Чтобы она была длинной. Шестая. Две салфетки. Лучше всего из ледяного полотна. У меня новая, простите. Размер 30-40 см. Они служат для массажа переменных комплексов. Комплексов и смены. Теперь седьмое. Расческа для волос. С большим расстоянием между зубами. К примеру, вот с таким расстоянием. Чтобы столько было между зубами. Еще. Счетка для волос. То есть, по-другому. Сильтельный и натуральный щетильник. Можно деревянную или пластмассовую. Но ни в коем случае не железную. Если вы будете расчесывать себе волосы, вы можете посеркопераповать себе кожу. Зубная щетка нужна будет. Зубная паста. Мыло для тела. Жесткая рукавица. Ее можно купить в аптеке или сейс. Шестомой из зубового колечка. Из зубового кладенка. Молочка из длинной ручки. Мочалка из длинной ручки. После того, как ты помоешься, ею можно снять палки и вымыть все тело. Теперь нужен будет еще крем для рук. Щеточка для ногтей. Маникюрный набор или хотя бы щипчики и пилка для ногтей. Лап для ногтей. Житка для снятия лака. Антипират для поднижек, как вы знаете. Закрой пота уничтожать. Пензель. Специальная пилка для чистки пяток. Краб для ног. Крем для ног. Для макияжа. Пудра. Румяно-бедная помада. Карандашчик для бровей. Тушь для ресницы. Тени для век. И духи. Это все то, что вам нужно для ухода за собой. Лишнего ничего не нужно. Но если вы добавите, что в этом тоже будет не ошибка. Давайте я вам еще расскажу, как очищать кожу от лица. Прежде чем касаться лица, тщательно вымой руки. Для очистки можно использовать косметическое молочко. Тойник или очищающий фен. Вот то, что я вам заговорила. Это было у нас третье и четвертое. В каждой косметической линии есть специальные средства для этой цели. Так что выбери из них что-то большое, всего, что тебе подходит. Постарайтесь пользоваться разработанными ими для простых план. Лицом нужно обязательно очищать утром и вечером. Это очень важно. Дать же общие рекомендации по тому, как они средства смываются водой. Другие смываются ватой или ватными компонами. Так что руководство институты указаны на баночке или бутылочке. Это помните. Давайте я вам еще расскажу о... А, слушайте, крем нужно менять каждые три месяца, так как кожа к нему привыкает, и его действие резко снижается. Это очень важно. Давайте я вам еще расскажу. Врачи считают, что свет глазам необходим постоянно пребывание в темных очках, особенно в помещении. Вредно, во-первых, может начинаться как бы депрективный, во-вторых, без очков, ты начинаешься щуриться на солнце. Когда вы загораете, открываете глаза, солнце светит глаза, сразу начинаете шпуриться. И поэтому купите себе темные очки, чтобы глаза не болели. Да, и самое главное, все ногти сужатся в сердце должны быть одной длины, и на ногах, и на руках. Да, нет ничего неприятного, чем ногти с того лучшим-то лаком. Есть такой лак, который, когда он уже приходит в старость, да, вам приходится его менять. Надо его сначала посмотреть, потом уже все остальное сделать. Перед сном расчесывайте волосы щеткой 5-10 минут. Во всех направлениях они будут густыми, блестящими и легко ложными. Ну, на сегодня это все. В следующем номере мы вам расскажем о волосах. Я вам только начала сегодня волосам рассказывать, и на следующий раз я вам тоже расскажу. Всем пока, люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok